Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир, и сегодня мы с вами узнаем, какие жидкости доливать, заливать и менять в Kia Sport 4-го поколения, которое производится с 2016 года и по настоящее время. Итак, поехали! Так, сразу справочно замечу, что автомобиль у нас Kia Sport 4-го поколения, объем двигателя 2 литра, полный привод, автоматическая трансмиссия. Итак, какие же жидкости заливать или доливать в расширительные бачки, которые имеются в подкапотном пространстве у автомобиля. Если вы не знаете, скажем так, или не хотите открывать инструкцию, тратить на это время. И начнем, как всегда, с силовой установки. Итак, здесь силовая установка 2-х литровая, 155 лошадиных сил, сборка словацкая автомобиля, поэтому, возможно, разница с российской в 5 лошадиных сил. В принципе, больше таковой отличий нет. В любом случае, заводам-изготовителям компании Kia Motors рекомендуется заливать сюда масло Shell Helix. Но, самое интересное, что автомобиль наш, который покупался у официального дилера в городе Минске, здесь залито масло моторное именно Motul. И вообще рекомендуется в Беларуси к замене именно масло Motul. Хотя, сам завод Kia Motors и я сам знаю, что российские сборки все на масле Shell Helix. Итак, значит, объем масла, точнее, необходимое количество масла, которое нужно для данной силовой установки, это 4 литра. Двигатель здесь 2.0 MPI, атмосферный, как я сказал ранее. Значит, допустимые допуски и рекомендации это 5W40 и ACA5. Все данные по трансмиссионным жидкостям, по моторному маслу, по тормозной жидкости и антифризу я также дам в описании к этому видео. Итак, желательно заливать моторное масло не ниже 5W30. Также допустимо заливать масло 5W20 с допустимыми IPI и ACL. В принципе, масло как таковое, моторное, вы можете приобрести у дилера, либо на стороне. Конечно, на стороне будет это дешевле, причем на порядок, в 2-3 раза. В любом случае, рекомендуем вам примерно раз в 2 недели проверять остаточное масло по щупе, даже если автомобиль у вас новый. В любом случае, масло немножко подъедается, пускай немного, но оно берет. Точно, скажем так, расходы по маслу я сказать не могу, потому что все это довольно субъективно, в зависимости от манеры езды, от, опять же, вида залитого моторного масла. В любом случае, у нас в течение эксплуатации уже 5000 км масло, как таковое, пока на верхнем уровне по щупу находится, по верхней риске, пока о заливке, в принципе, я еще не думаю. Есть вопросы только по антифризу, который довольно быстро уходит и, в принципе, на заводе заливается его довольно мало. Провочную хочу отметить, что у тех, у кого двигатель 1.6 GDI, это турбированный двигатель, новая, скажем так, силовая установка компании KIA, то объем масла составляет порядка 4,5 литров. Опять же, здесь довольно интересный вопрос. Для стран Австралии, Ближнего Востока и Европы объем 3,6 литра, а для стран Ближнего Востока, Африки, самое что интересно, и некоторых стран Европы объем составляет на 4,5 литра. Конкретно информация найдена на популярных российских сайтах, информация взята не из головы, поэтому сложно сказать, почему такая разбежка в объеме литража одного и того же, в принципе, двигателя для разных стран. В любом случае, для двигателя 2.0 объем здесь 4 литра. Масло, как я сказал, эталонное, это Shell Helix, также доливается масло Motul, Motul с такими же допусками. Все допуски будут указаны в описании. Не забывайте, масло полностью синтетическое здесь 5W30. Кроме того, маркировка, как я сказал ранее, здесь IPSM и GF4. Для зимы или для холодных условий допускается смена, небольшая погрешность по маслу, поэтому, в принципе, для зимы здесь можно использовать немножко иное масло, хотя, опять же, 5W30 считается заводом-изготовителем всесезонная для зимы, лета, весны и осени. Теперь переходим к трансмиссионному маслу или трансмиссионной жидкости, точнее. К сожалению, щупа у нас нет, автоматическая трансмиссия, здесь гидротрансформатор, классический автомат шестиступенчатый, довольно по отзывам владельцев многих он надежный, проверенный уже временем, слегка доработанный в четвертом поколении Kia Sportage. Значит, что хочется сказать, я отмечу коротко по автоматической трансмиссии и по механике. Итак, что касается автоматической трансмиссии. Итак, автоматическая трансмиссия, масло стандартно АТФ-СП-4, желательно, допуски, список масла коробкой передач, одобренный компанией Kia, опять же, указан либо на официальном сайте, либо вы можете найти на, точнее, в документации, которая идет у вас к автомобилю. Я коротко скажу, оригинального масла, как таковой от компании Kia, трансмиссионного, нету. Есть два наименования, которые, в принципе, заливаются дилерами. Это SK-ATF-SP-4, будет, опять же, указано в описании, и Mi Chang-ATF-SP-4. Два масла, опять же, SK-ATF и Mi Chang-ATF. Это два наименования трансмиссионной жидкости, которые используются в автоматических коробках передач. Объем заливаевого масла для двигателя 2.0, который у нас составляет 6, точнее, 7,3 литра, если полный привод 7,1 литра, полный привод 7,1 литра и при переднем приводе 7,3 литра. Вот такой вот объем масла вам будет необходим, если надо будет проводить замену трансмиссионной жидкости в автомобиле. Для двигателя справочной 1.6 GDI я отмечу, что объем масла, жидкости трансмиссионной составляет порядка 6,7 литра. Опять же, марка та же, ATF-SP-4, двух видов, либо Mi Chang, либо SK-ATF. В принципе, масло есть в свободном доступе практически в любом, даже в стороннем магазине. У дилера покупать смысла нет, потому что у дилера будет на порядок это масло дороже. Вот, что касается, в принципе, есть еще двигатель 2.4 GDI, он довольно редкий и производится для стран Ближнего Востока и для Соединенных Штатов Америки. Если у кого-то такой автомобиль имеется, то объем трансмиссионной жидкости, которая необходима для замены, это 6,7 литра. Опять же, наименования все те же. Mi Chang и SK-ATF. Теперь, что касается трансмиссии или коробки передач с двойным сцеплением. Такая трансмиссия ставится на двигателе 1.6 TGDI, это турбированная линейка двигателей. Объем этой жидкости составляет порядка 2 литров. SAE 70V IP GL4. Значит, список масел довольно широк. Наименований довольно много. Также компания Shell делает. Это Shell SPI или RIX или Spirox, как его называют еще, S6. Кроме того, масло еще делает компания SK-HK-DSTF. Все будет также указано в описании. Масел довольно много, порядка 4 видов для турбированного двигателя 1.6 TGDI. В принципе, масло, в самом по себе, конечно, довольно дорогое, но зато объем его невелик по сравнению с ими же атмосферными двигателями. Теперь, что касается механической коробки передач. То есть, что для механики в Kia Sportage заливается масло следующих допусков. Во-первых, это SAE 70V IP GL4. SAE 70W IP GL4. Список масел коробок передач, который одобрен компанией Kia, следующий. Во-первых, это SK-HK-MTF 70V, Shell Spirox S6 GHME 70V MTF и GS-GALTEX GS-MTF HD 70W. Объем масла на замену для 2-литрового двигателя с передним приводом составляет порядка 1.7 литра. Для полного привода примерно 1.6 литра. Значит, что касается двигателя турбированного 1.6 GDI с передним приводом, то объем масла на замену в механике составляет порядка 1.8 литра. Для полного привода 1.7 литра. Что касается двигателя 1.6 GDI без турбины, то объем необходимого масла, опять же, тех же допусков, которые я сказал чуть ранее, составляет порядка 1.6 литра на замену. Доливать можно, опять же, вы можете приобрести по данным допускам это масло, вы не нарушаете гарантию никаким образом. Волноваться и доливать масло не стоит, если автомобиль у вас новый. Спокойно покупаете и заливаете. Желательно, конечно, не у дилера, потому что у дилера вы заплатите на порядок дороже. Теперь переходим к охлаждающей жидкости или антифризу. У нас залит он зеленого цвета. Машина покупалась довольно недавно, даже полгода еще не прошло. Было по минимальную риску. Скажем так, дилер утверждает то, что в любом случае это норма. Все заводы сейчас наливают по минимальную риску, поэтому это стоит учитывать. И вот мне необходимо сейчас доливать антифриз, покупать такой же зеленый антифриз. Вот, я для себя также установил, что у дилера это делать я не буду. Покупать буду на стороне. Значит, смесь антифриза и дистиллированной воды. Можно купить концентрированную кому, кома зеленого цвета. В принципе, самое последнее поколение допусков, как таковой, здесь нет. Завод-изготовитель, как таковой, даже в инструкции не указывает ничего конкретного. Поэтому мы просто можем подобрать соответствующий обязательно цвет. И желательно самое последнее поколение антифризов. Вот, таким образом, покупаем концентрат и разбавляем в соответствии с инструкцией, которая указана на самой баночке, разводим с дистиллированной водой. Значит, что хочется отметить еще расширительного бачка с антифризом. Обязательно проверяйте так же, когда проверяете масло, примерно раз в две недели, чтобы ни на щупе у вас не было ни пузырьков, ни определенной белой консистенции. Это очень плохо, сразу надо обращаться к дилеру и делать диагностику. И чтобы не было лишнего осадка на дне, когда открываете крышку антифриза, необходимо проверять хотя бы раз в две недели, на крайний случай, в месяц, для того, чтобы не было чрезмерного осадка внизу расширительного бачка. Дело в том, что это говорит о том, что идут отложения, идет засорение охлаждающей системы, и это не очень хорошо для силовой установки. Поэтому этот момент стоит постоянно контролировать и проверять. Опять же, замечу, что доливать жидкость в расширительный бачка антифриза мы можем спокойно. Если мы видим, что жидкости мало, покупаем, доливаем и не волнуемся, ездим дальше. Далее, что хочется сказать еще по антифризу. Значит, сайта нашего двигателя 2.0 MPI, то объем жидкости на замену для автоматической трансмиссии здесь 6,9 литра. Для механики 7,9 литра. Что касается двигателя 1.6 GDI без турбины, на автомате 7,3 литра антифриза и механика 7,5 литра. Что касается турбированного 1.6 TGDI, то объем антифриза на замену составляет 7,3 литра, вне зависимости от привода и трансмиссии. Также есть еще двигатель, как я говорил, довольно редкий 2.4 GDI. Объем на замену для такого двигателя антифриза составляет 7,1 литра антифриза. Опять же, у каждого может быть цвет свой. У меня он зеленый, у некоторых есть желтый и красный. Поэтому сугубо по цвету подбирайте жидкость для доливки или замены. А теперь переходим с вами плавно к тормозной жидкости. Тормозная жидкость выглядит, расширительный бачок выглядит следующим образом. Находится в правой стороне моторного отсека, практически сразу за системой воздуховодов. Значит, на самой крышке у нас написано уже минимально, какое масло заливать. Это ДОТ-3 или ДОТ-4. То есть ДОТ-3 или ДОТ-4. То есть минимальный допуск по тормозной жидкости это ДОТ-3. Значит, все также подробную информацию вы можете найти по тормозной жидкости в инструкции к автомобилю. Опять же, если вы этого делать не хотите, я вам сейчас коротко скажу. Итак, для нашего двигателя с объемом 2 литра МПИ, значит, необходимо объему около 0,4 литра тормозной жидкости. Значит, что касается, что заливать, то здесь необходимо масло для гипоидной передачи или GL-5 с допуском 75W-90. Масло для мостов здесь или для, ну, если у вас полный привод, система полного привода в автомобиле, то необходимо заливать в раздатку масло Shell HD 75W-90 или эквивалент данной жидкости. Итак, что касается двигателя 1.6T GDI и 2.4 GDI, то масло, опять же, в раздатку заливается Shell HD 75W-90. По объему я вам скажу, что объем составляет порядка 0,5 литра для этих двигателей, если турбированный двигатель, и 2.4 GDI. Для атмосферного чуть меньше, порядка 400 мл. Вот. Этого масло для заднего дифференциала, если полный привод, необходимо на замену примерно 600 мл. Обязывается масло такое же, как и в раздатку Shell GL 5 75W-90. Теперь, что касается еще тормозной жидкости, про которую мы начали с вами говорить. Сюда можно доливать, значит, жидкость, в принципе, опять же, кома. Довольно неплохое по качеству масло жидкость тормозная у комы. Это ДО-3 или ДО-4, жадно, конечно же, доливать ДО-4 уже последние, с последними допусками. Значит, опять же, в описании я укажу конкретные цифры, необходимые для тормозной жидкости. Я вам могу коротко сказать, что это FMV-SS116. На конце должно быть 116. Макировка у покупаемой вами баночки с тормозной жидкостью. Опять же, по объему я вам сказал ранее, порядка 3500-400 мл. Доливать можно, опять же, спокойно самому. Необходимо смотреть нам на риски. Раз в две недели вместе с проверкой уровня масла и антифреза делаем проверку обязательно тормозной жидкости. Потому что тормозная жидкость – это ваша безопасность. Не было, чтобы пузырьков, осадка в расширительном бачке. И самое главное, чтобы была сама жидкость между рисками минимум и максимум. Вы можете спокойно открывать, как говорится, крышку расширительного бачка. Проверять также цвет тормозной жидкости, чтобы не было осадков. И, в принципе, опять же говорю, что вы ничего не нарушаете с автомобильной гарантией. Никаких правил гарантийных вы не нарушаете. И в заключение еще раз напомню, что эталонное моторное масло для Kia Sport всего этого поколения, независимо от его двигателя, это Shell Helix. Shell Helix с допуском 5W-30. Это эталонно. Есть маслозаменители эквивалентные. Допустим, у нас, как я сказал ранее, это масло Motul. Немецкое масло Motul. Оно заливается у нас тиллером в Беларуси официально на все автомобили, которые здесь реализуются. Что касается антифриза, опять же, здесь все зависит от цвета. Вы можете покупать любой, в принципе, антифриз последнего поколения. Есть более подробное еще также описание моих слов в инструкции к автомобилю. Главное, отталкивайтесь от цвета охлаждающей жидкости. Если от концентра, то разводите его обязательно водой с соответствующей пропорцией, которая указана на самой баночке. Далее, что касается тормозной жидкости, тут все, в принципе, понятно. В любом случае, здесь все уже указано на самой крышке расширительного бачка. Это до 3 или до 4. Опять же, рекомендуем вам Кому. Кома довольно неплохой производитель. Есть более дешевый, можно также, в принципе, их рассмотреть. Но главное, чтобы не было лишнего осадка и пузырьков в тормозной системе. Что касается автоматической трансмиссии, здесь в любом случае можно заливать два вида масла. Допуски я вам сказал и в описании также укажу. Ну, а что касается последнего нашего расширительного бачка в моторном отсеке, это, конечно же, омывайка для лобового стекла. То здесь уже каждый заливает ту, которую ему надо. Для зимы, конечно же, надо выбирать та, которая не замерзнет. Ну, а для лета уже выбирать та, которая будет более с приятной отдушкой. И в заключение от себя хочется добавить, что самое главное, проверяйте, чтобы не было жора масла. Вроде как, по многим отзывам, двигатель 2.0 MPI 16 колпанами, который у нас стоит, вы можете видеть DOHC, DOX, да, как многие называют его. В принципе, какого он неприхотливый и довольно надежный. Бензин можно сюда заливать даже 92-й, основной 95-й, резервный 92-й. То есть, в принципе, даже и сама топливная система, и сама силовая установка спокойно ест этот бензин. В принципе, самое главное относиться очень внимательно к обслуживанию. Рекламентное обслуживание раз в 15 тысяч или один раз в год. Это самое главное для того, чтобы двигатель вашу работу долго, надежно и вас не подводил. В заключение нашего небольшого видео касательно того, какие жидкости, технические жидкости заливать в Киоспорт из четвертого поколения, я думаю, что вопросов таких принципов возникнуть не должно. Но если есть какие-то, скажем так, сомнения в той или иной жидкости при покупке, вы не знаете, скажем так, то, куда заливать, в любом случае, есть всегда инструкция на автомобиль. Если вы покупаете поддержанную машину, поддержанный Киоспорт, то в любом случае, и нет у вас на руках никакого мануала, нет технической документации, то в любом случае, опять же скажу, что на доливку, в любом случае, трансмиссионную жидкость вы сами не поддольете. Здесь надо будет обращаться уже в сервисный центр. В любом случае, любой практически сервисный центр вас проконсультирует даже в этом вопросе. Что касается мотора, то, опять же, я сказал, здесь, в любом случае, 5W30. Есть масло Shell, есть масло Motul. Есть еще масло альтернативное, но лучше всего использовать именно два вида этих масел. Кроме того, что хочется также еще отметить касательно антифриза. Антифриз, опять же, отталкивайтесь от цвета и берите последнее поколение. Далее, что касается тормозной жидкости. Тормозная жидкость к использованию желательно, конечно, DOT 4. Хотя рекомендуется, опять же, заливать DOT 3, но DOT 4 это более совершенно, более, скажем так, последнее поколение техническая жидкость. Кроме того, уже есть слухи, уже есть продажи даже DOT 5. Пока, по крайней мере, в Беларуси его найти очень тяжело. Но, опять же, лучше не экспериментировать. Если даже у вас есть такая тормозная жидкость с маркировкой DOT 5, лучше его не берите. Лучше заливайте DOT 4. Это будет оптимальнее для вашего автомобиля. Что касается также топлива, бензина, коротко хотел бы отметить, что, в принципе, вы можете спокойно заливать 92-й бензин. В любом случае, у нас в сервисной книге техническая документация четко указана, что мы можем использовать два вида топлива, 95-й и 92-й. Все зависит от того, как говорится, что вам предпочтительнее, экономичнее, выгоднее, ну и практичнее. Более подробный обзор тест-драйв автомобиля вы можете найти на наших сайтах. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи на дорогах. Субтитры сделал DimaTorzok